Здравствуйте. Есть такое слово, так сказать, кобальтовая пушка. Это термин, собственно говоря, а не слово. И обозначает он никакое не военное изделие, в которое там стрелять, там, не знаю, по самолетам или чем-нибудь еще, а научную установку, технологическую установку. Так сказать, кобальт, металл известный. И вот у этого кобальта есть радиоактивный изотоп. Радиоактивный изотоп долгоживущий, он живет десятки лет. И он излучает гаммы-лучи, гамма-излучение, гамма-активный изотоп. Замечательная вещь, очень полезная. Дело в том, что запас кобальта можно хранить где-то, да, в какой-то емкости и использовать для излучения. Но самый простой источник, это маленький кусочек этого кобальта, значит, в ампуле, в капсулке, такой легкой алюминиевой. И его хранят в свинцовом домике или в таком стакане с крышкой свинцовым, да. Вот, и все, по мере необходимости достают. Он служит источником для калибровки всяких там приборов, например, да. Вот, чувствует, не чувствует излучение. Ну, такие вот вещи. Вот, он для этого используется. А вот кобальтовая пушка, это в ней этот кобальт хранится в большом количестве. В большом количестве, и причем он спущен куда-нибудь в хранилище. А хранилище-то очень просто устроено. Так сказать, бассейн с водой. Под воду ушел, а вода же хорошо поглощает. Да, вода очень замечательно хорошо поглощает излучение. Вот, например, над нами, так сказать, толща воздуха. Толщина ее, если в килограммы на сантиметр, превести один килограмм на сантиметр. То есть, как бы над нами 10 метров воды, да. И вот эти как бы 10 метров воды поглощают значительную часть космических лучей. Так и так, хороший бассейн хорошо поглощает. И еще сверху можно крышечкой бетонной прикрыть, вот и все. И вот из этого бассейна эти ампулы поднимаются и начинают облучать что-то. Или наоборот, к ним туда опускают кого-то, да, образец для облучения. Очень такое полезное дело. Гораздо сложнее сделать узкий пучок излучения. Вот с рентгеновскими лучами проще. Они все-таки примеют, рентгеновские источники наши, которые мы используем, тормозную природу. Пучок электронов бьет по антикатоду и излучает вперед, да, вот это вот самое рентгеновское излучение. А тут изотоп излучает во все стороны. Как быть? Как быть? А быть нужно вот как. Опять же, огромный шар из свинца, и в нем тонкое отверстие, коллиматор. А там в глубине этого шара находится источник. И через этот коллиматор вырывается тонкий узкий пучок гамма-лучей. И, кстати, в медицине применяли, раньше и сейчас применяют для обработки опухолей раковых, да, вот для таких вот объектов уничтожения раковых клеток. Замечательно. Кстати, самое ценное во всем этом деле это то, что можно применять в научных исследованиях. Научные исследования на вот этом гамма-излучении ведутся, в общем, в двух направлениях. Одно направление это как излучение повлияет на материал, да. Ну, это обычная стандартная история, подготовка к ядерной войне. Что будет, если взорвется атомная бомба? Ах, а не испортится ли наше изделие, да, вот которое мы разрабатываем? Вот такая вот идея. Испытание, собственно говоря, на воздействие ионидирующих излучений в каком-то смысле имитирует часть поражающих факторов ядерного взрыва. А другое это материологические исследования, материологические, да, изучение материалов, структурные исследования, да. По рассеянию гамма-квантов в веществе можно судить, как оно происходит. Самое простое это просто просвечивать им как рентгеном, а гамма-лучами просветить как рентгеном легче. Крупные заготовки, например, просвечивают их как рентгеновским излучением. И можно находить в этих заготовках включение раковины, ну, вот такие, такого рода вещи. Ну, вот. Ну, и а по рассеянию-то это вообще-то там, так сказать, томография это называется. Это сложная вещь, связанная, кстати, в основном с математикой, с решением обратной задачи. Видим, как рассеялось, а вот на чем рассеялось. Ну, вот. Ну, ладно, время мое закончилось, а то я про радиацию это могу говорить очень долго. Всего вам доброго, до свидания, всех благ.